Добрый и щедрый вечер, жирная кутья, щедруха. Так раньше называли Васильев день, который славяне праздновали 14 января. Его с нетерпением ждали на Руси, ведь считалось, что он программирует события предстоящего года, поэтому, чтобы жить сытно и счастливо, соблюдали все нужные традиции. Например, чрезмерно много ели, жарили поросенка, варили специальную кашу, а еще гуляли от души. С поцелуйными играми, хороводами, частушками, а также проводили другие интересные обряды. Их всем желающим продемонстрировал Коми-отдел этнокультурного центра. Там прошел праздничный вечер, посвященный Василиему Дню. О том, кому повезет в этом году, расскажет Любовь Пермякова. Это сейчас люди с закрытыми лицами у хозяев дома вызвали бы испуг. А раньше у Коми-народа такие незнакомцы были желанные гости, ведь ходили не ко всем подряд, выбирали гостеприимных хозяев, им и несли праздник. У нас всегда был баянин с собой. Мой дядя Адольф хорошо играл. Мы ходили по домам, пели Коми-национальные песни, плясали. И нас угощали калитками, шанишками, конфетами. Мы обходили те дома, где хозяева были добродушные, приветливые. И это считалось Коми-обидой, если к ним не зашли машкуры. Считалось, что если ряженые пришли, значит весь год в этом доме счастье будет. Вообще у Коми-народа этот праздник был в особом почтении. Его еще называли Василий Лун. В старину накануне Васильева дня устраивали песни, танцы, игры. Молодежь его ждала с особым нетерпением. Вечером собирались обычно в самой большой избе. Там устраивали посиделки, где можно было не только от души повеселиться, но и найти свою вторую половинку. А вот у Коми-народа, например, как раз проходил выбор пары в это время. На Васильев день именно. Были специальные игры, специальные хороводы. Когда выбиралась пара, на год. Ну как бы, если они понравятся друг другу, то они, ну как бы, женятся. Но на год считалось, что они должны просто встречаться, заботиться друг о друге. Поэтому не случайно на таких посиделках целовальные игры устраивали. До выбор пары делали. Столько смеху, до веселья было. Под конец все садились чаевничать в складчину. И расходились парами под гармошку, прогуливаясь по деревне. А те, кто не успел встретить свою судьбу, гадали. Например, бросали валенки. Было такое гадание. Например, брали валенок, стояли спиной к выходу и бросали валенок через плечо. Если валенок упадет носом, носком к выходу, значит девушка выйдет из дома. Значит, она выйдет замуж. Если нет, то, значит, ей еще целый год сидеть дома. По крайней мере, год. Вообще время коми-народ в празднике не теряло. Души веселился. Их игры, традиции и обряды с годами, как показал вечер в этнокультурном центре, не утратили свою актуальность. Интерес у современной молодежи они вызвали нешуточный. Я решила сходить. Мне очень-очень нравится. Поиграли, попели, посмеялись. Очень-очень интересно. Завершился праздник народными песнями и, конечно, дружным хороводом. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.